Привет! Компания Tecno, про которую я неоднократно рассказывал, представила обновленную версию смартфона начального уровня под названием Spark Go. Гаджет образца 2023 года отличается от предшественника не только отличным дизайном, но и улучшенными аппаратными характеристиками, сохранив доступную цену. Примечательно, что несмотря на явную принадлежность к ультробюджетному ценовому сегменту, производитель не стал отказываться от современного USB-C, отпечатков пальцев и NFC. Да и дизайн пушка бомба, но давайте не будем забегать вперед и рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал, поехали! Внутри коробки от Spark Go есть все необходимое. Сам смартфон, защитная пленка, прозрачный силиконовый чехол, зарядное устройство на 10 Вт, кабель USB-C, сим-иголка, мануал на русском, а также гарантийный талон с увеличенной до 13 месяцев гарантии. Смартфон может быть черным, сиреневым или синим. В руках лежит идеально. Тактильно все смартфоны от Tecno очень приятные, но чувствовать в руках бюджетник, который тактильно не отличается от флагманов – особый кайф. Не могу не отметить и дизайн спинки смартфона. Матовый фактурный пластик четко лежит в руке без намека на скольжение. Наверху блок камер и сканер отпечатков пальцев, современно обрамленный дизайнерами в духе самых дорогих флагманов на рынке. Сенсор отпечатков пальцев работает быстро, с минимальным количеством ошибок. Основная камера Tecno Spark Go имеет разрешение 13 Мп, вторая на 2 Мп, диафрагма f1.9. Учитывая крошечный размер сенсора и компактную оптическую схему, диафрагма почти не влияет на глубину резкости. Основная задача по улучшению качества изображения ложится на процессор и искусственный интеллект. Камера, учитывая цену смартфона, адекватная. Звезд с неба не хватает, для повседневных нужд вполне сносно. Примеры фото и видео можете оценить сами. Переходим на основную сторону смартфона. И коли мы уже говорили о камерах, то начнем именно с нее. Но как начнем, так и закончим. Селфи-камера тут одинарная, в каплевидном вырезе на 5 Мп. Пример селфаков видите сами. Опускаемся ниже. Экран. Размер 6,6 дюймов, не маленький, с разрешением 1600 на 720 пикселей, выполнен по технологии IPS. Шрифт в оболочке подобран отлично, поэтому пиксели в глаза не бросаются, но об этом позже. У экрана стандартная частота развертки 60 Гц. Для неискушенных пользователей этого достаточно. И стоит иметь в виду, что более высокая частота экрана всегда быстрее разряжает аккумулятор. Присутствует датчик освещенности. Для бюджетников это похвально. Запас яркости в экране небольшой, 480 нит. Однако в условиях помещения или в пасмурный день яркости вполне достаточно для комфортной работы. С другой стороны, невысокая пиковая яркость благоприятно влияет на автономность. Кстати, про автономность. Смартфон располагает встроенной батареей емкостью в 5000 мАч. Есть быстрая зарядка мощностью 10 Вт, которая идет в комплекте. Беспроводной зарядки нет. Спарк Гоу базируется на чипе Mediatek MT6761 Helio A22. На борту имеется 3 ГБ оперативной памяти, решеремой до 6 ГБ и 64 ГБ накопителя. За графику отвечает PowerVR G8320. Нужно понимать, что за эту цену смартфона Спарк Гоу звезд с неба не хватает. Но для подавляющего большинства повседневных задач этого хватит с головой. Ровно как и для не особо требовательных игр. Главное то, что программы запускаются быстро, меню операционной системы не тормозит, каких-то раздражающих при тормаживании нет. Объем встроенного накопителя смартфона минимален по современным меркам, хотя это все относительно. Ведь еще недавно с 64 ГБ памяти оснащались даже флагманы различных компаний. Причем в них нельзя было ее расширить. В отличие от Спарк Гоу, где ее можно увеличить с помощью microSD-карты. Спарк Гоу 23-го года — это доступный смартфон с великолепным дизайном и полным набором необходимых функций. С его помощью можно и поиграть, и посидеть в соцсетях, и остаться на связи долгое время. Высокая автономность, поддержка LTE гарантируют быстрый и долгий интернет, а NFC — возможность бесконтактной оплаты. Смартфон станет разумным выбором для прогрессивной, но не требовательной молодежи, школьника или пенсионера. Особенно сейчас, когда мы все-таки ищем товары категории цена-качество. Обзоры на другие смартфоны компании Tecno можете поискать у меня на канале. Поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал, впереди много интересных обзоров. До завтра!